здравствуйте друзья мы гуляем тут по санта-круз представляйтесь у нас гости из сакраменто приехали здравствуйте меня зовут людмила так вот я приехала со своими детьми с дочерью посмотрим на дочь и на зятя ну откуда вы рассказываете подробненько откуда вы как вообще в америку попали мы приехали из подмосковья то ехали как туристы так погуляли погуляли нам здесь понравилось решили остаться так это было когда все это было в ноябре понял но вы так уже в процессе оставания хорошо а чем занимались исторически ну исторически я работала в магазине вы как директора просмотрится к я директором и была дочь у меня работала менеджер в компании по продаже металла но это в москве было или подмосковье это было в москве потом дочь вышла замуж вот за алёшу подмосковье есть такой хороший городочек луховицы ставится очень своими огурцами заколомной это вот вашу слушать москвичи знают луховицкие огурцы конечно это самые прославленные огурцы так взять было строительное так люди на огурцах там богато живут или скромненько вы знаете я думаю что особо там на них не заработаешь так и турция вам не конкурент там с огурцами так пошли пошли про огурцы нам подробнее так представляйтесь так значит 2 алексея у вас тут да у нас 2 алексея так еще один есть так ну в общем на огурцах можно хорошо заработать огурцы капуста квашеная чтобы заработать надо на грядке сидеть или надо как-то больше купи и продай здесь на грядке сидеть можно неплохо заработать купи продать на рачу больше последние годы уже начали купи-продай зарабатывать а почему же тогда вся россия не пойдет огурцы делать продавать выращивать если вот у вас так там про этом земля у нас особенно такая для огурцов не народ в россии особенный трудно им угурцами заниматься нас уже не все занимаются некоторые скажем так избранные огурцами до кто зарабатывает поведет но это местная���н hag или на огурцах где там тоже таджики узбеки ну раньше местный сейчас больше таджик узбек сейчас уже начали теплицы большие строить уже скажем так чайник сотесняют с бизнесом вот на теплице行了 джекг хost bacon работает вот там копейки зарабатывай до правила коммерсант который держит птицу зарабатывать основные деньги но нет такого чтоб там как пускать криминальную зону уходила там или я не знаком так глубоко с этим бизнесом убивают людей или там что-то может быть за территорию у нас точно дома поджигают от я знаю если за теле ту рию ведь за территории если допустим в центре города там в колонне много раз слышал на там какой-то торговый центр отстроить еще что-то людей просто выселяют а кто не хочет выселять поджигают участника до частника чем машину чем колонна известно то водой петровские времена я помню там колокола вы переплавляли запустили гонишь много производств что там с не знаем что связано колоннский завод поезда вроде куда было такое и военное что-то делают ракеты по-моему даже очень много военных производства вокруг колонны цементный завод который построили еще по моему шведы потом совету если они не при петре не это попозже уже вначале но когда реализация совершала там шведы с немцами приехали построили завод советские граждане отжали потом при где-то двухтысячных годах шведы немцы выкупили этот завод обратно отремонтировали полностью такое строительство капитально было очень все здорово сделали чувствую скоро скоро его опять будут отжимать хорошо то есть уже дозрел для отжима конечно ремонт сделали так теперь отжимать так а вы чем занимались профессионально строительство так вы отрядчик образование образование экономическое но образование я как как не пользовался никогда жизни как получил так на столе живет человек и вдруг строительный подрядчик и значит узнать надо по двое ну да я у меня такие родственники может сказать отец строитель был дядька строитель был я с детства что-то знал по строительству а потом потихонечку начал окнами пластиками заниматься и сокнут потихонечку начал переходить уже на общестроительная работа электрика сантехника какой-то лицензирование есть там мир для мелкого ничего не нужно про занимаешься а если не по стандарту как-нибудь не по госту трудно сказать все по госту делаешь и все никто тебя не трогать кому-то не нужен вот так не дай бог что случилось вдруг выяснилось что не по госту было но тут наверно все сложнее трудно будет доказать что кто-то в этом виноват люди на свой страх риск на все это делают хотя я не сталкивался может быть если надо будет и докажет если очень надо так ну что пропустят нас нас пропускают мы переходим вот у нас друзья еще один алексей этот алексей не может нам ничего толком пока рассказать ему полтора года всего налево да мы идем налево мы идем на пирс он туда за что алексей младший интересуется морскими львами да опять морские люди что что а тут же мелко было когда тут еще с мелкого свои когда отлив там просто песочек будет там можно даже полежать вот я вижу что-то внутренних перемещений вот видите вот параллельно воде вот эти песни сидят да 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 там все тут вот мы сейчас туда пойдем так друзья вот у нас алексей младший удобно устроился на маме так мама давайте мама представляйтесь меня зовут александра так приехал сюда с мужем то есть вы уже здесь как бы саша получается да здесь нет александра все равно александра александра да это надо дядя с камерой он чё-то живет у вас он живет печеньку он вообще очень любит печеньки в публике очень любит покушать дай котенок любишь покушать здесь нам очень нравится нам очень нравится тепло а как сакрамен то вообще хорошо мы живем очень хорошем районе как вызывайте фарокс у нас рядом american river это река река да american river река а мы туда ходим каждый день кормим утащик большая река да довольно таки большая чистая уже когда приехали очень мутная была дожди были они красивее и красивее то есть она просто естественным образом была мутная не то что красивая детские площадки поэтому нам очень нравится очень нравится природа у нас петухи и куры там пешком ходят ничейный это в смысле в парке нет по улицам индейки вместо воробьев как бы так вот голубей вон народ смотришь можно вообще бесплатно питаться так да алёшенька тут недавно нашел яичко курочки смесла яичко с ума сойти так погодите но вы были каком-то бизнесе мама говорила но не совсем бизнесе работала каком я менеджер по продажам цветного металла цветного металла а кому же вы его продавали заводы различные организации посредники а чей металл чей металл вы продавали российский за границу что ли нет на экспорт мы не работали только в россии но у вас своего металла как бы не было то есть вы нет мы закупали на заводах закупали металл на заводах еще не знаю водопроизводителях да естественно то есть мы под склад закупали на стаде был постоянное наличие и после этого обзванивали компании и мелкие заводы которым может понадобиться металл для ремонтных работ для строительных в каком формате металл уже как нет рулонами там листовой листовой металл рулоны это ленты а трубы прутки так называемые рутки да так то есть есть металл кого-то не только нефть можно за границу можно еще допустить но вообще да за границу можно металл алюминий очень много уходит на экспорт за границу но это не наш был профиль это другие фирмы этим занимались хорошо ну и что то за это платят хорошо менеджером или плохо платят если менеджер вообще очень что за ему жалко стало цветной металл за границу вы не отдавайте за границу так если менеджер хорошо работает вообще все менеджеры очень неплохо зарабатывают а что вот это говорят вот все время ребята на канале говорят что вот там вся россия там зарабатывает сам не затон и цифры называют средние там 300 долларов 500 долларов, вот какие-то такие? А чего же вы там, почему же они не зарабатывают, как вы? Ну, дело в том, что я работала сначала в Москве. Москва и Россия это абсолютно разные вещи. То есть, в Москве больше зарабатывают? В Москве намного больше зарабатывают. А Подмосковье тоже больше? Подмосковье, ближайшая Подмосковье зарабатывает, конечно, уже меньше. Чем в Москве мне есть, чем сравнить, когда я вышла замуж и переехала как раз в область, и зарплата стала ниже. Ну, там и расходов меньше, наверное. Нет. Жилье дешевле в области? Нет. Ну, снимать жилье дешевле, безусловно, но коммунальные услуги дороже. Все остальное, продукты, на что-то даже дороже. Дело в том, что получается так, в Москве очень много денег, большие зарплаты и большие льготы. Льготы кому? Гражданам? Да, гражданам. Солнышко, подожди, пожалуйста. Что, малыш? То есть из городской казны льготы, да? Да. Во-первых, государственные. Во-первых, выше пенсии, чем в той же, даже в ближайшей области. Во-вторых, меньше коммунальные услуги. Гораздо ниже. То есть они датируются? Да. Дальше что? Пособие детей нам больше больше. Да. Вот я, как родившая, знаю, что если бы я родила в Москве и продолжала жить в Москве, я бы получила гораздо больше денег. Это раз. За что? Что, малыш печеньки больше нет? То есть сам себе ребёночка рожаешь, а тебе деньги дают? Да. Дело в том, что там пособия есть. Есть и в Москве, и в области. Только в Москве они гораздо выше. На ребёнка дают питание. В области порядка 25 долларов, наверное, раз в месяц дают питание. А в Москве дают чуть ли не каждый день. Творожочки, кефирчики. Это вот то, что называлось детской кухней или как это? Молочная кухня. Да, да, да. То есть... Бесплатно все? Да. То есть в Москве и в очень большом количестве, практически каждый день получаешь. Мы тоже, знаете, у нас когда дочь родилась, мы ходили в какую-то такую кухню, и там творожки. Да. Да, ох, какой был кефирчик, там творожок. Я сам с удовольствием, когда оставалось, да, употреблял. Да, у нас ничего не оставалось, потому что давали так мало. Все самим, все самим. Так. Что такое? Как молодой человек перенёс вообще, да, можно сказать, эмиграцию? Отлично. Молодой человек перенёс лучше всех. Что, молодой? С ножками сойдёт? С раннего детства путешествовал. Да. Во-первых, когда ему не было ещё годика, мы поехали в Европу. Так. Что тебе считать? Праздновать в его... Он их коллекционирует, мои сушки-то? Да. Праздновать его годик. Мы месяц катались, он вёл себя изумительно, ему всё очень нравилось. Так. Когда мы приехали сюда, самолётик ему безумно понравился, он у нас вёл себя лучше всех в самолёте. Самолёте, да. Да, его даже похвалили. Просто, ну, вот, безупречно себя вёл. Когда приехали сюда, он у нас очень активный. Что, маме взять? На ручку. Ну, надо сказать, что он хоть и не говорит, но вполне, так сказать, эффективно общается. Общается только, не всегда поймёшь. Что? Что? Кармашек хочешь положить? Что, зайка? Да. Водичку будешь? О, вы видите, друзья? То есть, как только ребёнку правильно что-то подскажут, он с удовольствием, значит, откликается. Да. Водичку. Поскольку ему нравится гулять, здесь ему, безусловно, потому что мы выходим каждый день, по несколько раз в день. Да. Его обратно в дом не загонишь, ему очень нравится. Любит здоровый образ жизни. Да, ему нравится солнышко, ему нравится бегать. Я уверена, что это не точно так, как... Пойдём, нет. Так вы... У вас тут какие-то в Сахаменте друзья были, или как вы туда угодили? Нет, никого не было, мы поехали путешествовать. Так вы долетели докуда? До Лос-Анджелеса сначала мы путешествовали, 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 потом решили здесь остаться. И приехали в Сакраменто? Да. Но у вас сейчас там появились какие-то, не знаю, у песочницы, там носик какие-то, круг общения? Ну, небольшой круг общения есть, да. Общаемся с некоторыми иммигрантами. Да. Так, чтобы... Вы не вошли в какую-нибудь там религиозную группу? Нет, пока не вошли. Но вас приглашали? Ну, не успели. Ага. Но я слышала, что... Да, я слышала, что в Сакраменто очень любят первый вопрос, в какую церковь вы ходите. Да. Да, это вот особенно... Если на правильных людей нарветесь, да, сразу, в какой конфессии, да. Пока? Я очень много видел в региозных, но меня так... Меня вообще приглашали в церковь пойти сходить, но... Ну, нет, я отказывался. А так, прям, чтобы настойчиво не было такого. Ну, хорошо. В пределах разумного. Но вы как-то подрабатываете, или вы пока так прожигаете жизнь? Нет, ну мы же не имеем права подрабатывать. Но есть знакомый, который подрабатывает, друг моего друга. Вот, у него получилось нормально. Ну, то есть, можно подрабатывать. Да. Но он на стройке или еще чем-то? Ну, почти, там, связанность электрика, как я слышал. Ну, да, да. Просто я знаю, что в Сакраменто, если не стройка, то тогда сложно найти подработку. Вот у нас есть там... Ну, наверное, да, все остальные более... Подпинки. Более такие маленькие зарплаты у всех остальных. На стройке можно больше зарабатывать. По слухам, до 20 долларов можно зарабатывать. Это если чего-то умеешь, не только мусор выносить. Да, конечно. Осторожно, ребята. Если специалисты, можно плохо зарабатывать, можно хорошо жить. Ну, конечно, для хорошей жизни правильно легализоваться. Есть люди, как-то 20 лет тут живут, и все никак не легализованы. Но мы в процессе. Хорошо, а вы? С адвокатом? Да. С Светланой или еще с кем-то? Нет, с Эдуардом. А, знаем, Эдуарда и Зелэй, конечно. Да. Конечно. С Светланой у нас не получилось. Она рассрочку не предоставляет. У нас денег не было таких. Ну, да, да. Поэтому нам пришлось искать тот, который рассрочку дает. Наверное, самая проблема всех начинающих. Ну, да. У людей разные возможности материальные, конечно. Слушайте, вообще какой-то неутомимый Алексей-младший, который, несмотря на юный возраст, любит гулять и все сам. А у него нет, допустим, рюкзачка? А какого-нибудь, знаете, так вот? Нет. Рюкзачка еще нет. Боленький. Да. В Францию какую часть? Где-то, наверное, далеко от Марселя, та же самая Барселона. Это уже в Испании? Да, это уже в Испании. Ну, я как-то в Барселоне были в Барселоне как-то? Великолепно. Море очень чистое, очень красивое. Так. По сравнению с Марсельским морем оно... Мы в Каннах были, не в Сан-Марселе, а рядом там. В Марселе и в Каннах оно холоднее гораздо. А цены отличаются? Цены, наверное, подешевле, мне кажется. Мне кажется, примерно надо это тоже, но у нас там так получилось, что жилье мы там сняли гораздо дешевле. Через Airbnb нашли. Их. Да, такая татуированная женщина нам попалась. Так, а вот то, что народ татуированный, так привлекает внимание или так? Ну, как, по-моему, мне кажется. Ну, да. Это же разница. Вот, видите, какие-то старые дома. Вот это, дайте я наведу камеру. Это дома старые. И там отели. Вообще, это часть города, она вся отельная-мотельная. Так, я вот сейчас подручу камеру, вот видно. Все такое отельное-мотельное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.